Еще раз добрый вечер. Собственно, ICO Plate – это децентрализованная платформа нового поколения для безопасного инвестирования в проект на ранних стазиях. Какая основная проблема сейчас есть на ICO рынке? По сути, проекты стараются привлечь как можно большее количество средств. Нет доверия между проектами и инвесторами. Проекты вкладывают огромное количество средств в маркетинг, без каких-то обязательств или гарантий для инвесторов, по сути, кроме обещаний сделать что-то в срок. И в большом учете порядка 95% проектов, которые сейчас реализовали свои ICO, они могут оказаться либо скамом, либо полностью не выполнять свои обязательства. Вполне возможно, даже 99% проектов не выполняют свои обязательства по дорожной карте. И в чем суть нашего решения? Согласно нашему решению, все собранные в рамках ICO компании денежные средства будут поступать проектам по дорожной карте через этапы, так называемые milestones. То есть сделан первый этап, проект получает деньги, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. При этом нет никакого банка или искрового агента или посредника, здесь чистый блокчейн, то есть денежные средства уже находятся у самого проекта, но он не имеет к ним доступа, пока инвесторы или их представители не проголосовали, что все окей. Если что-то пошло не так, то, соответственно, инвесторы могут вернуть денежные средства обратно. И таким образом мы получаем снижение рисков для инвесторов в 10 раз, повышение доходности для инвестиций, а для проекта, соответственно, возможность привлечь деньги достаточно быстро и без каких-либо затрат и технических знаний. Собственно, суть работы самого протокола Smart ICO, который мы сейчас разрабатываем. Грубо говоря, сама платформа ICO Play, это не только сам протокол, но еще и Marketplace, где проекты запускают и проводят свои ICO, PLT, токен, децентрализованные биржи. Финансовая модель максимально простая, это монетизация за счет платных сервисов на платформе и комиссия, с привлеченных денежных средств проектами, либо эквивалентом в токенах проекта. Очень интересная структура самого PLT токена. PLT токен является резервом фонда каждого из проектов на платформе. Таким образом, чем больше проектов прошли через протокол Smart ICO, тем больше спрос на токен с открытого рынка. Грубо говоря, что сейчас структура всего рынка следующая. Порядка с 280 миллионов долларов он вырос до 3,5 миллиардов. Всего за год, через 2-3 года он вполне заменит полностью краудфандинг и порядка 50 миллиардов долларов составит. И если мы успеем занять 10% этого рынка, в данном случае объем закупки на токен может составить порядка 980 миллионов долларов. Что уже сейчас есть? Проинвестируем на 500 тысяч долларов в разработку проекта на текущем закрытом раунде, в активной стадии переговора с различными фондами в Силиконовой долине по всему миру. Собственно, хардкэп на инвестиции 36 миллионов долларов мы планируем собрать в рамках прессии OCO-компании в следующем году, который мы будем проводить. Большинство пройдет на разработку платформы и маркетинг ее продвижения. И основная как раз выгода в инвестировании, то есть в отличие от 99,9% проектов, которые сейчас проходят ICO, у нас по зарешению нашего ICO мы создаем моментальный спрос на наш токен с биржи. По сути, поскольку нам надо обеспечение для реализации своего проекта, других проектов на платформе, то есть мы будем проводить ICO вместе совместно сотни проектов уже на нашей платформе. Наши команды это интернет-предприниматели, ICO-инвесторы, блокчейн-разработчики, веб-разработчики. Достаточно много путешествий по миру. У меня 109 стран, где я лично был. Недавно закончил с крогосветным путешествием. Большинство инвесторов в предпринимательстве разных стран поддерживают. Планируем выступать в Майами, Сингапуре, в Токио в ближайшее самое время. Все, контакты были здесь. Окей. Все славно. А зачем? Зачем что? Зачем вот эта платформа, когда у нас с вами есть инвесторы, если им нужно провести, например, привлечение средств, даже пусть это будет на платформе блокчейна и с использованием любой крипты, зачем ему использовать посредника в виде платформы? Мы не посредник, мы созреваем инфраструктурные решения. То есть мы по сути делаем дороги, по которым может идти защищенный капитал. Грубо говоря, сейчас ICO проводится, собирает проект без MVP даже, грубо говоря, даже с MVP десятки миллионов долларов за серьезные средства. Риски очень существенные, что они могут ничего не сделать. Им для первого этапа надо 5% средств. Они сделали, получили следующее, сделали, получили следующее. То есть максимальное доверительное взаимоотношение между проектом и инвестором. И можно это использовать как в технологических компаниях, так и при строительстве в большом количестве проектов. То есть вы считаете, что инвесторы, которые инвестируют, ну не знаю, тут присутствуют инвесторы, которые инвестируют, в том числе с лихих 90-х, они не в состоянии защитить свои риски, и вы как некая платформа готовы им предоставить эту защиту. А главное, чем вы обеспечиваете эту защиту? Мы создаем решение, при котором проект не может физически потратить деньги, не реализовав следующий этап. То есть это некая платформенная история без посредника, без искролагента, без банка, чистый блокчейн в этом плане. То есть инвесторы до этого давали последующий этап, не зная, как они дают. Нужен все равно посредник какой-то. Здесь проект не получает доступа к собранным средствам, пока инвестор или их представитель не проголосует, что все окей. Если в момент они голосуют, либо если проект окажется скамом, они забирают ложные средства. При этом у них есть 100% токенов проекта, они могут реализовать их на бирже, получив высокую доходность, как и в рамках обычного SEO сейчас. Токен это следующий этап. Но до этого инвестор говорил окей, смотря, например, на финансовые и экономические показатели. На некие обещания и ожидания. Нет, никаких не упаси господь. Вы, видимо, слабо представляете, как инвесторы работали. Нет, я имею в виду, когда сейчас SEO-проекты проводятся, я грубо говоря, да, проходит инвестирование. SEO-это обычная форма инвестирования. Краудфандинг через токены. Не имеет значения. Это всего лишь посредничество. Но это конкретные деньги в обмен на исполнение каких-то договорных обязательств в виде криптовалюты, либо в виде реальных денег. Но в данном случае зачем инвестору, который умеет очень неплохо защищать свои ресурсы, более того, он умеет контролировать и держать за причинные места любого человека, в которого он инвестирует поэтапно, по шагу. Это решается вопросом, например, что в компании будет сидеть, например, финансовый бухгалтер. Финансовый или бухгалтер. Зачем ему платформа? Мы сейчас говорим про краудфандинг и дегенерализацию капитала. То есть инвестор с любой точки мира, у него нет необходимости держать проект за какие-либо места, если мы сразу даем инфраструктуру. А на каком основании он говорит окей? Окей в каком случае? В том случае, когда вы сказали. Есть какие-то критерии на основании… Есть дорожная карта. Проект сразу зашивает дорожную карту в протокол, соответственно, распределяя, сколько денег ему нужно поэтапам. Это и есть причинные места. Что? Это и есть причинные места. И раньше существовали эти дорожные карты, только они по-другому назывались, они, может быть, назывались бизнес-планом. Зачем еще посредник? Я же говорю, это некая инфраструктура. Мы нет ни комиссии, ни посредничества, ничего. В данном случае ваша инфраструктура является посредником. Наша инфраструктура является таким же посредником, как банковский счет или криптосчет, в данном случае. Это не посредник, это как раз некое решение, позволяющее контролировать денежные средства. Сколько вам денег и на что нужно? Hardcap проекта составляет 36 миллионов долларов, которые мы собираемся собрать на ICO. В закрытом раунде… А когда вернете? Что? А когда вернете? Чем больше, соответственно, спрос будет на токен… Коллега, услышите меня. Я задал один простой вопрос. Когда вернете… Мы рассчитываем, что спрос на наш токен, у нас есть математические расчеты и модели, будет в десятки раз выше после завершения ICO, чем на данный момент. Коллега, я задал простой вопрос. Когда вернете? А не что у вас есть математическая модель? Мы привлекаем деньги именно в инвестирование с помощью наших токенов сейчас. Да это понятно. Вернете в 18-м году, в 19-м году. Когда вернете? В каком году вернете? Нет, смотрите, ICO завершается в мае, грубо говоря, да? Дальше на бирже токен выходит в июне. Дальше инвестор сам решает. Он может продать токен моментально, а на бирже может ждать какое-то время. А может провалиться? Да, но мы как раз создаем постоянный спрос на токен с биржи, потому что мы, в отличие от всех проектов, обеспечиваем закупку нашего токена в разъев каждого фонда. А мне нравится. А мне реально нравится. Нет, ни один проект не делается. Мне все нравится. Окей, хорошо. Собственно говоря, все основные вопросы я задал. Спасибо. Спасибо.